Я думаю, что это одновременно много явлений, сразу слившихся воедино. То есть в какой-то степени, конечно, было недовольство режимом Януковича. Естественно, было волеизъявление людей. Видно было, что по сотням тысячам людей киеве, что они недовольны тем, что происходило. Коррупцией, прежде всего, семейным воровством клана Януковича. И поэтому, естественно, было справедливое неприятие этого. Но параллельно этим стали пользоваться, как всегда, обычно пользуются политические группировки разного сорта. Я не сторонник преувеличивать роль каких-то нацистских групп. Это, мне кажется, больше пошло после того, как уже свершилось, и необходимо было как-то демонизировать эту группу. Но, скорее всего, основными действующими лицами были политические лидеры, которые хотели прийти с помощью этого движения к власти. Вот тот же Порошенко, скорее всего, был спонсором и Майдан, и, вероятнее всего, сейчас станет избранным президентом Украины. И другие группировки, вот прежде всего стоящие за Тимошенко и все ее сподвижники, заняли высшие посты в результате этого. То есть, фактически, пришла изначально к руководству, пришла партия Батькевщина полностью, да? То есть, на смену партии регионов. Поэтому говорить о том, что, так сказать, вот там это какая-то хунта, я вообще бы не стал. Потому что хунта, это, в общем, если его в словарь взять, это захват власти военными, силовыми структурами. Когда они отстраняют гражданское руководство, есть четкое определение хунты. Тут какая хунта? Они, наоборот, не контролируют армию, как мы видим, практически. МВД едва ли наполовину контролируют. И дай бог тоже, чтобы они контролировали СБУ полностью и называть как их хунты. Но это дворцовый переворот, мятеж, да, заговорщики, можно их сказать. Но это, тем не менее, это все-таки парламент. Это захват власти парламентом против президента. Причем президент в тот момент бежал. У нас было похоже, допустим, в 93-м году, когда, наоборот, при противостоянии президента с парламентом, и президент разогнал парламент. Поэтому больше я бы считал, что это разборкой высших элит на Украине при создании условий для этого, поскольку население в целом было недовольно положением дел. Ну, естественно, какая-то роль Запада тут просматривается. Очевидно, что не могли не воспользоваться сложившейся ситуацией. Потому что геополитически всегда Украина была привлекательнейшим для Запада объектом. Это доктрина Бжезинского. Всем известно, что обязательно надо Украину отколоть. И тут есть еще экономическая подоплека, поскольку ось Польши-Украина отсекает Европу от России, таким образом блокирует энергетическое сотрудничество, позволяет переориентировать энергетическое сотрудничество на США и Канаду, создать Трансатлантический союз, который они сейчас делают, то есть замкнуть экономически все это пространство. И таким образом мы видим, что все заинтересованные лица как раз участвуют в этом конфликте. Поэтому вот этот комплекс, мне кажется, привел к киевским событиям.